Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Иван Русских. И сегодня мы поговорим о компостировании. Сегодняшний выпуск мы ведем из Кении, из города Найроби. Сюда приехала команда школьников от Республики Беларусь для участия в Международной Олимпиаде экологических проектов «Золотой климат». И не без участия канала Процветок мы получили здесь золотую медаль. И несмотря на то, что мы находимся в Кении, все равно мы не забываем о тех задачах и вопросах, которые есть у наших садоводов и огородников, которые возникают у них в процессе выращивания растений для получения наилучшего результата. А тропики, практически все тропики на планете Земля лишены хороших плодородных почв. Плодородные почвы здесь редкость. Это связано с тем, что идет большое количество осадков, и органическое вещество очень быстро и активно вымывается из почвы. Зоны черноземные и даже полезкие в Беларуси, и в других местах умеренной зоны, более южных, они, конечно, избалованы более плодородными почвами. Поэтому не всегда люди задумываются о необходимости компостирования и приготовления компостов у себя на участке. Но здесь, где удобрения чрезвычайно дороги, а население не так богато, чтобы покупать минеральные удобрения, а почвы, к сожалению, не так богаты, чтобы давать большой урожай без удобрений, люди уделяют большое внимание компостированию. За моей спиной вы можете видеть такую довольно большую кучу, я бы даже сказал, огромную кучу растительных остатков. Она уже немножко заросла какими-то вьюнами. И вот это не что иное, как приготовление компоста. Здесь, в Кении, приготовление компоста является решающим фактором успеха в получении высоких урожаев. Что же такое компост? Компост это не что иное, как частично минерализованные растительные остатки. Ведь как устроено все в природе? Растения растут, поглощают минеральные вещества из почвы, поглощают углекислый газ из атмосферы, синтезируют углеводы, синтезируют различные органические вещества на их основе. А минеральные вещества из почвы включаются в обмен веществ. На основании этих минеральных веществ строится также органическое вещество. Затем растения отмирают, и вся эта органика, и минеральные вещества возвращаются назад в почву. Там все это подхватывается микрофлорой, минерализуется, делается снова доступным для растений. А то накопленное вещество органическое в виде углеводов и прочих энергетических веществ становится источником энергии для этой почвенной микрофлоры. И вот для того, чтобы помочь всему этому функционировать наилучшим образом, чтобы обеспечить растения естественными для них плодородиями, естественными для них веществами, и необходимо проводить компостирование. Что же годится для компостирования? Конечно, в первую очередь годятся все растительные остатки. Это сорняки, это отмершие части растений, которые мы удаляем осенью, это всевозможные травы, которые мы косим, сено, которое остается после покоса газона и так далее. Все абсолютно растительные остатки годятся для компостирования. Кроме того, для компостирования годятся кухонные отходы. В том числе могут в эти отходы включаться и продукты животного происхождения. Они станут источником дополнительной энергии, а также азота, фосфора. Все это минерализуется и обогатит, соответственно, ваш компост. Кроме того, в компост можно добавлять бумагу. Бумага сама по себе не является источником ни азота, ни фосфора, ни калия. Тех основных веществ, которые необходимы для питания растений. Однако же она является хорошим источником энергии для почвенной микрофлоры. И, соответственно, будет ее активизировать. Как же необходимо готовить компост? Для этого можно сооружать либо компостные кучи, либо компостные ямы. Лучше всего соорудить такую полу-яму, полу-кучу, когда вы немного углубляете внутрь грунт, делаете деревянные лизуного материала борта и забрасываете, забрасываете, забрасываете туда различные растительные и прочие остатки. С течением времени у вас формируется частично минерализованная такая масса, которая называется компост. Если стоит сухая погода, вам необходимо его периодически поливать, для того, чтобы микрофлора развивалась наилучшим образом. Если в компосте у вас завелись дождевые черви, ничего плохого в этом нет. Это даже хорошо, потому что они будут перемешивать ваш компост, также его частично минерализовать и способствовать формированию богатого, хорошего, качественного компоста. Существует даже отдельный вид компоста, вермикомпост. Компост, приготовленный дождевыми червями. Что же делать с компостом? Компост необходимо использовать как органическое удобрение. Можно ли сажать растения непосредственно в компост? Нет, нельзя, потому что компост все-таки содержит очень высокие концентрации питательных веществ. Лучше всего его подмешивать в различные земляные смеси при выращивании рассады, а также при посадке растений. Также компостом можно мульчировать грядки. Компост подходит практически для всех растений, за исключением тех, которые предпочитают низкое плодородие, а есть и такие, например, настурция. Либо же, которые не любят избыток азота, либо же растения со специфическими требованиями. Такие, например, как семейство вересковых, колубика и другие растения, роддендроны. То есть, все растения семейства брусничные, то есть, те, которые требуют специфических кислых почв и так далее, с не очень высоким плодородием. Как долго может храниться компост? Компост, конечно, он и готовится довольно долго, и хранится может довольно долго. Однако же, не рекомендую вам хранить его в компостной куче слишком долго. Все-таки его надо периодически оттуда вынимать, потому что слишком сильная минерализация может привести к потере питательных веществ, к вымыванию их водами осадков или снеговыми водами и так далее. Я надеюсь, что наш небольшой экскурс в такое органическое удобрение, как компост, поможет вам рационально и правильно использовать те сорные растения, все растительные остатки, которые у вас копятся на огороде и на кухне, и вы будете сами производить себе прекрасное органическое удобрение. Я желаю вам успеха, сезон в разгаре, сезон посадок, сезон пересадок, сезон посева. Уверен, что у вас могут возникнуть какие-то вопросы по этой теме. Задавайте их, не стесняйтесь, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы всегда быть в курсе дел. Нажимайте на колокольчик, тогда вы будете получать уведомления о том, что у нас вышло новое видео, и вы никогда не пропустите самые последние советы. Благодарю вас за внимание, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин